В день города для самарцев подготовили насыщенную культурную программу. Жителям и гостям областного центра представят фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии, в котором примут участие более 500 музыкантов. По традиции, 10 сентября состоится возложение цветов к памятнику Засекину. Князь Засекин был одним из активных деятелей во время направления Иоанна Грозного и Бориса Годунова. Самым ярким событием в его служебной карьере стало строительство крепости Самара, которое началось в мае 1586 года по указу царя. В соборе Софии при мудрости Божией пройдет благодарственный молебен в день города. С 13 до 18 в Струковском саду галоконцерт, плацконцерты, дефиле оркестров участников фестиваля на сопках Маньчжурии. Также в Струковском саду пройдут фестиваль молодых литераторов имени Онищенко, тематические площадки исторического клуба из Тольятти, фестиваль вместе ярче, детские площадки с аквагримом. На площади Куйбышева развернут площадки, где молодые предприниматели смогут презентовать свои товары. В 18.00 здесь состоится концерт, который начнется с выступления самарских артистов. Также на сцену выйдут Сергей Войтенко, Дмитрий Колдун и группа «Чаев». Торжества завершатся фейерверком. Особое внимание в эти дни уделято мирам безопасности. В локациях с массовым скоплением людей будут работать машины скорой помощи и сотрудники МЧС. Напомним, 8, 9 и 10 сентября самарцев ждут выбора губернатора региона. В настоящее время ведется информационная кампания по оповещению жителей города. Самарцев инструктирует по месту нахождения избирательных участков и напоминает о правилах голосования. Приглашая людей на выборы, говоря о важности выбора руководителя региона, с которым мы будем жить в ближайшие пять лет, о том, что необходимо реализовывать свое конституционное право выбора и приходить на избирательные участки. Также на совещании в администрации города обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. До конца первой декады сентября подрядчики ресурсоснабжающей организации должны справиться с ремонтом и модернизацией всех 18 теплосетевых объектов из основного перечня. Ольга Павлова, Константин Головин. События.